В преддверии президентских выборов на сотрудников избирательных комиссий возлагается важная задача по организации этого масштабного мероприятия. В этом году дополнительную ответственность им добавляет и тот факт, что предстоящие внеочередные выборы президента в Азербайджане – это первые выборы в истории страны, которые пройдут на всей территории республики. Еще четыре года назад сотрудники ЦИК и не думали, что будут готовиться к выборам главы государства на территории Карабахского региона. Однако война 2020 года и антитеррористические мероприятия прошлого сделали это возможным. 26 избирательных участков, организованных на освобожденных территориях, уже готовы к приему граждан. Благодаря проводимым здесь масштабным строительным и восстановительным работам, условия для организации избирательных пунктов более чем благоприятные. Один из таковых был открыт в школе номер один в городе Физули. «В наши обязанности входит ознакомление граждан со списком избирателей, обеспечение честности, прозрачности и свободного доступа к голосованию всех граждан, а также проведение подсчета результатов выборов и составления протокола. Уверена, что мы справимся с этой миссией на ура». Съемочная группа CBC ознакомилась с подготовительными работами также в Зангеланском районе страны, а именно в селе Агалы, которое стало первым освобожденным от оккупации населенным пунктом, принявшим бывших вынужденных переселенцев. На освобожденной территории Зангелан-Губадлинского окружного избирательного округа номер 125 будут действовать четыре избирательных участка. Для проведения выборов в прозрачных и демократических условиях все местные участки оснащены необходимыми техническими средствами, системами пожарной безопасности, связью и электричеством. На все участки также доставлены прозрачные чернила и ультрафиолетовые лампы. Определены места для секретаря, членов и наблюдателей. «Наш участок был создан в середине декабря. Тогда же была организована комиссия. Необходимое оборудование для проведения голосования нам прислали из столицы. Центральная избирательная комиссия обеспечила всем необходимым. Список избирателей, в котором значатся 206 человек, был размещен на доске. Все бюллетени избирателей расписаны и практически готовы. Они будут распределены среди населения в ближайшее время». Последнее направление – поселок Суговушан Агдеринского района. Один из здешних участков был также организован в местной средней школе. Список избирателей для небольшого села, еще недавно находившегося под оккупацией, впечатляет. Он насчитывает более 100 зарегистрированных гражданина. И данный участок также не был обделен поддержкой со стороны государства. Для удобства граждан установлены кабины, участком розданы урны для голосования и другое необходимое инвентарное оборудование. Кроме того, вывешены списки избирателей и информационное табло. Президентские выборы играют важнейшую роль в формировании политической системы и определении будущего развития государства. При этом важно понимать, что ответственность за успешное проведение выборов лежит не только на членах избиркомов, но и на каждом гражданине. Задача последнего заключается в активном участии в голосовании, тщательном изучении избирательной кампании кандидатов на высший пост. Каждый голос имеет важность, и каждый из них способен повлиять на исход выборов. А потому, участвуя в выборах, гражданин не только выражает свою волю, но и вносит значимый вклад в формировании процветающего будущего. Фарид Адилов, Фарид Лачинов, CBC.